Привет всем, друзья! Вы находитесь на канале Чеггер Аут и это Прослушка. Так, как там дальше я сказал? У скриптонита вышел альбом, альбом получил название... У скриптонита вышел альбом, альбом получил название 204. 2004. Просто у меня такая оговорочка была. Это второе прослушивание альбома, которое я обещал, ну там, спустя месяц, по-моему. Ну, через какое-то время. Вот, но так сложились обстоятельства, что я что-то как-то первый раз вот его прослушал, запилил прослушку. Вот, и такой думаю, ладно, надо будет, надо будет, надо будет еще послушать. В наушниках я хотел, в больших. И что-то как-то подзабилось на все это. Я ждал, когда просто альбом выйдет ВКонтакте. Потом я не помню, что конкретно произошло. Но как-то постепенно, постепенно я начал отдаляться от этого альбома. И вот, целый год я не слушал этот альбом. Прикиньте, я вот один раз его, один единственный раз слушал. Когда уже затянулось, типа, там, месяц-два, я подумал, блин, а что, можно, в принципе, через год сделать прослушку специально, чтобы забыть все песни вообще, приемчики, что тут как вообще происходит. Я реально вообще, скажи мне там, ступеньки, что за бит, там, о чем читают, я ничего не скажу. Единственное, я знаю только, конечно, песни, которые выходили. Ну, тем более, два, Як-2, Колеса, Привычку, по-моему, потому что она тоже играла. Ну, больше всех, конечно, известен, похвастается. Больше всех, конечно, Москва любит этот трек, наверное, единственный, который стал популярней вообще остальных всех. Москва любит, отовсюду звучит. Звучало, звучит и так далее. И Привычка тоже одно время. Жарятся сезоны. Тоже часто можно было ее услышать. Вот, это единственные песни. Ой, что, что, что происходит? Короче, это единственные песни, которые я знаю, слышал какое-то время. Вот. Но мы их все равно прослушаем, потому что все равно уже что-то не слушал. Интересно мне, знаете, что, какие у меня были мысли год назад, я не смотрел видео. Но я точно знаю то, что я там много не выкупил, конечно. Конечно, я в основном вроде, я, по-моему, тексты читал. Ну, тоже сейчас открыть тексты на всякий случай. Интересно посмотреть, что было тогда и как я сейчас приму этот альбом. Вот. Все, по-моему, все, что я хотел сказать по этому поводу. Я сказал, вы уж извините то, что я не в наушниках, но у меня зато звук хороший сейчас. Я надеюсь, хорошо пишет, потому что с маслом что-то обломалось. Что еще? Я думаю, нормально будет. Но песни, конечно, я буду обрезать, как и на той прослушке. Обрезаю я песни, потому что я обхожу нарушение авторских прав и так далее. Да и тут, знаете, сколько песен? 24 песни. Алло. Это мне надо сделать прослушку примерно в минут 20, наверное. Как ту. Вообще идеально будет по времени даже совпасть. Посмотрим. Вот. Ну что, погнали. Слушаем альбом. Первый трек с Криптонит, Энди, Пандой, 104. Привычка. Очень крутой припев здесь. О, тут уже отсылочками наполнили тексты. Такой олдскульный звучок. Классные строчки. Классный припев. Ну что, прикольный сэмпл. И в куплете, и вот в припевах этот... Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Блин, клевый Джинью сейчас наполнен всякими разными отсылками. Такие разъяснения есть. Чувак, прям постарался тут какой-то. Москва любит бесподобное вообще шикарное начало. И это дробь барабанная. Которая мне напоминала Эминема, Like the Soldiers. И не только. Такое спокойное исполнение. И это дробь... Очень круто. Крутое начало. Шикарный вообще. Шикарный бит. Вот здесь прям вообще пушка. Просто разъёбывает бит. Охуенно. Такой один мощный куплет. Где он играет вообще, с флоу меняет. Мощный-мощный трек. Так. Кит, по-моему, да? Почему перевод какой-то девушки? Ну, могли бы перевести всё-таки пацаном. Каким-нибудь. Посмотрите фильм All eyes on me. По-моему, так называется. Вообще, посмотрите все, если не смотрели Голос улиц. Ну, об Эминеме и 50 Сенс смотрели уж, конечно. Короче, зацените. Еще кого-то хотел сказать забыл. Шуг. Эй. Прикольно. Неплохо. Круто, конечно, то, что он себя сравнивает с Шугом. Такой человек, конечно, который многое вообще сделал для хип-хопа. Мощный. Мощный. И куплет ворвался мощный. И вообще, сам бит очень крутой. Так, колеса. Трек, который я знаю вообще. И реакцию пилил на клип, который у меня блокировали. У кого-то много денег, у кого-то 20. Серьезная тема, конечно. Здесь классное настроение. И он так спокойно читает. И сам бит, этот сэмпл, который так вяло-вяло тянется. Дети струнные там. Такое мрачное, немного темное настроение. Не употребляйте наркотических веществ. Вам это не надо. В клипе классный, это момент. Там вроде музыка еще как-то изменилась. Или я путаю уже. Не помню. Все фигово, у меня с вами все. Но момент там классный. Так, не твое интерлюдие. Чья? Сама, самого скриптания. Тут еще прикольно, то, что вы к нему залетели на все интерлюдии там участники. Войпла. Напоминает, танцуй сама этот. А, ну да, тут сэмпл танцуй сама. Прикольно вообще. Ну клево же. И отдыхайте просто со своими шестиэтажными рифмами. Такой припев длинный. Крутая тема. Блин, наконец-то осужу этот альбом. Такое идеальное вообще строение. Куплет маленький, припев здоровый. И еще постприпев есть такой, ну тоже в конце повторяющийся. Супер. Такой более клубный звучок. Так, ну здесь мне не очень заходит сам звучок. Вот этот тут. Прикольно здесь используется сэмпл. Вот этот эй йоу. По тексту уж я ничего говорить не буду. Все очень круто. что-то как-то сам трек минус оттолкнул. Вот. Интерлюзия, которая наделала шуму в свое время и многие начали делать всякие теории, предположения, там диссы появились. Я надеюсь, все нормально решилось. Вообще было бы круто услышать их на одной совместке. Як-2 еще одна песня, которая визуализирована. Классный просто классный клип. Классная гитарка и сам бит. Тоже простенький такой и супер простой припев. Вообще наспокойнее кетчвак. Красава вообще. Так, ха-ха-ха. Сейчас будем угорать. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Тут же еще отсылка на смех. Клево. Классная гитарка. Забавный забавный смех. Простенький трек. Постебались недорэперами. Я так понял. А, да, понял я. Классный бит. Классная классная интерлюдию. Качалый бит. Ступеньки. Прикольная строчка. Классная клавишная крутой скриптонит. с послушаем 104. Угу. 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 Ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Угу. Как Канни Уэст. 104 хорош тут. Звучок добавили. Классные тут клавиши, бит и вообще оба. Скриптонит и Юрик. Муа, супер. Так, мебель с Райдой. Прикольно. Балдежный тут припев, да. Вообще, забыл. Супер мало тут Райда. Вообще, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 строчек. Классный припев. Вообще, текст классный. Ну, Райды мало. Вообще, можно было его и не вставлять, в принципе. Ну, Райды... А, есть у него еще интерлюзия. Вот. Ну, тут так, как бы получается, в основном скриптонит. И Райд такой заглянул, просто посмотрел, что и ушел. Вот. MD, ничего себе. Ну-ка. Жест. Жест. Непривычно слышать от Адиля такое. Но бит... Бит из доуп. Вообще, очень круто. Респект. Адиля за это. Инсту. Тоже помню этот трек. Особенно строчку главную. Осталось. Эта работа так крупная, что разорвала твой небо. Знаю, ты оказался лимб. Я оказался в дон-примб. Но меня не развезло от гревы. Не хочу узнать, зачем ты держишь члены, почему. Когда ты нашла цену, все еще цени у тебя в мозгу. Все эти цены шевелят Москву. А до гафрэмю все так рад. А думал, помощь, помогать, а неделю можно подавать на стол. Я стараюсь ввести жизнь на не инсту. блин этот звук может с ума свести поменялся хоть да уж показуха все до чего мы докатились вот козух в инсте к у нас классная жизнь красивая вообще с ума сойти меня как-то накрыло так то что я вообще отдалялся от соцсетей мне бывает иногда отдыхаю я и вот если это в декабре выходило то в ноябре как раз тогда я по моему вообще не находился соцсетях или это декабрь был ну короче надо иногда отдыхать надо этот понимать что это соцсети всего лишь так далее так трувер кто на телефоне это люди дерзкий парнишка да вообще тут все крутые биты а кто это кто это блин да забавно вспомнил я эту тему сердца из железа вот это же прям на должном да я чувствую думал блин что-то знакомых есть есть нет нет классный да точно супер сэмпл тот же еще был плохой название группы сейчас еще круто и сам ритм и вот эта басуха его сейчас клавишные очень крутая тема вообще на должном это один из любимых треков я говорил уже недавно в принципе в прослушке дома блин с ума сойти я столько не слушаю эту музыку вот я конченый конечно он еще даже не заканчивается ничего себе тут просто музыка будет так и будет до конца походу классно вообще клавиши классный так 18 трек неплохо идем вообще альбом залетает прям пушка если Красивая мелодия. Супер простой припев, как всегда крутой текст, красивая мелодия, а чё это интересно засемплено? Тут не написано. А, Сим-2. Сим-2 услышал. Но вряд ли. Так, неплохо тоже. Съебаться. Скид. По-моему единственный скид. А, нет, ещё. Классный альбом вообще. Обалдёжные темы. Чё вообще? Зачем этот скид тут? Не знаю. Похвастаться. Тоже классная работа. Классный клип, эффекты. Классный трек и музло. Так, райда. Малышки любят скриптонита. Классный такой. И приставочку напомнило слегка. Так, этот трек мне тоже что-то напоминал. Чё-то я именем из скайп, по-моему, я говорил. Шикарный бит. Сейчас вспомнил историю вообще бита откуда. Звучок. Класс. Странно то, что, ну, не выстрелили эти треки прям как Москва любит. По-моему, очень круто. Вообще много, конечно, треков на альбоме таких. И интервьюзии мощные. Но, все слушали, Москва любит колеса. И всё, даже похвастаться не так вкатило людям. Як-3. Ааа, да. Блин, как качал этот трек в своё время, а? Вот мы отрывались, конечно, под него. Тут же... Блин, перевод. Было дело, было дело. Так, ну и последний трек. Печально даже как-то. Так, неплохое начало. Вообще не помню. У меня тоже. Классно меняется бит. Музло. Да, конечно, надо, надо двигаться, надо как-то меняться, развиваться и так далее. Ну и, собственно, идти в ногу со временем. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Классный, классный вообще бит. Струнный, супер. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Классное исполнение на припеве. Вот во второй части. Блин, классно. Две вот части этого трека. Обе хороши. Начало мощное вообще. И вторая часть такая кочевая. Хи. Я думал, так и будет сейчас. Но нет, добавить бит. Эх. Ну чё, вот и всё. 24 трека пролетели. Вообще с ума сойти, так быстро. Классный альбом. Вообще супер. Просто вот это рэп. Всё. И, конечно, он тут напоминал нулевые. Потому что Adil использовал все эти сэмплы. Синты там. Ударные и так далее. Нулевых. И как бы дополнил новыми звучками. Типа, ну как-то по-современнее сделал. Очень классная работа. Звучит вообще свежо. Вот я сейчас второй раз прослушал. Я, конечно, ну постепенно какие-то моменты я вспоминал. Но где-то вообще для меня прям было открытием. Типа, вау, ничего себе. Там такое, оказывается, же было. Вот. Чё, чё сказать. Чё, чё сказать. В принципе, это, я не знаю. Ну, ясен пение это очень крутой альбом. Я вот сейчас ещё раз прослушиваю. Я прям ещё раз кайфанул. Классные тексты. Ну, прям есть над чем задуматься. Есть простенькие. Я вот хотел сказать простенькие строения песен. То есть, где-то куплет, рефрен, всё. Где-то куплет маленький, здоровый припев. Там, пост, как я не знаю, бридж может, рефрен, ещё что-нибудь. Просто, ну, типа, я как бы, как это понял, типа, он писал что-то. Ну, вот, у меня есть. Не хочу с этим ничего делать. Вот. Бит. Вот туда я его вставлю. Никак дополнять по тексту не буду. Ну, вот, как-то так, мне кажется, примерно это всё работало. Вот. Текста классные. Я ещё, конечно, прослушаю. Не буду записывать уже прослушку. Уже сейчас буду спокойно гонять это у себя в наушниках. Вслушиваться в текста и так далее. Есть над чем задуматься. Очень крутые темы есть. Есть простенькие, типа, я не знаю. Ну, ок-ок, наверное. Ну, такое, короче, что-то как-то мне особо там не вкатило. Шук. Ну, тоже, мне кажется, это не... Ну, не такие темы, чтобы прям конкретно задуматься, что-то как-то поставить себя на путь правильный и так далее. Вот. Эм... Совместки. Классные. С Райдой. Я всё сказал, в принципе. Его там очень мало. Можно было, в принципе, и обойтись без него. Ничего бы не случилось. Так что, ну, как-то, не знаю, он там не смотрится. Совместки со 104-м. Особенно ты это серьёзно. Муа! Просто супер. Интерлюди. Эм... У 104-го классной. У МД. У Скриптонита. У Трувера. У Райды. Ну, тоже такое. Я не знаю. Мне кажется, в прошлый раз я тоже самое сказал. Если нет, то я буду удивлён. Но как-то меня особо не впечатлил здесь Райда. Но удивил МД. Эм... Трувер также дерзкий. 104-й просто красавчик. Эм... Было классно услышать сэмпл This is why I'm hard в Яке. И вообще, ну, типа... Вот этот сэмпл и... Сердца из железа, по-моему, да? Разъёб. Просто супер. Особенно вот этот трек, который я сейчас себе добавил. Ну, то есть, эм... Сэмпл этой... Пирсис. Группы. Ммм... Что-то я ещё хотел сказать. Не помню уже. Печально то, что... Выстрел вот Москва любит. Ну, да. Это прям вообще топ. Вышка в альбоме. Но есть ещё тоже. Вот. Между прочим. Неплохие. Сердца из железа. Ты это серьёзно? Ээээ... Скит вообще съебаться. Алё. Чё это было? Зачем это нужно было тут? Не знаю. Выходные очень крутые. Ну, да. Он, конечно, не так... Не зашёл бы так же. Ступеньки, по-моему, тоже неплохая тема. Да. А, кстати, с райдой и трек мебель. Муа! Просто замечательный припев. Эээ... Короче, по битам супер. По музлу. Ну, просто кайф. Можно спокойно слушать, наслаждаться и так далее. Эээ... По текстам тоже всё классно. По исполнению всё классно. Короче, суперкрутой альбом. Собственно, ну... Чё вы ещё хотели услышать от меня? Я... Я бы это только и сказал. Тут ничего плохого не могу сказать о Диле и о том, что он делает, о его творчестве. Вообще, восхищаюсь этим человеком. И вот недавно вышел выпуск LAP вместе с Адилем. Супер просто шикарнейшее исполнение песни MOBI. Я прям дико кайфанул именно от того, как он исполняет, от этого голоса и, собственно, от хора. Вот. Ну, подруга там уже, в принципе, как-то более-менее похоже было. А здесь они прям новая аранжировка. Очень круто звучит. Классно. И Адиль там правильные вещи говорит, с чем я согласен, собственно. И я тоже не раз это говорил, то что... У нас вот есть эта попса, с которой надо бороться. И вот Адиль с ней борется. Делает правильную коммерческую, популярную музыку. Такие, как сёстры, вот, МД и так далее. Не то, что вот у нас там в трендах всякие... Ээээ... Кто там? Ну, Мэвл... Ээээ... Ээээ... Ну, короче, вы знаете эти имена. Вот мне просто сейчас не лезть в голову. Ну, если заглянуть в тренды, то увидишь там, в основном, какая-нибудь шляпа, которая... Ну, просто попса, переработанная в наше время. Сейчас вот такое. И вот он борется с этим, и это очень круто. Это прям заслуживает респекта. И больше бы таких продюсеров, больше бы таких музыкантов у нас в России, тогда... Ничего бы не изменилось. Потому что основная масса хавает вот это дерьмо всё. Потому что это играет в клубах, на радио. И вот, короче, надо просто как-то сделать так, чтобы этот лейбл жара, по-моему... Они все оттуда вроде. Чтоб он как-то сгорел. Чё-нибудь там произошло бы, и он просто сломался, я не знаю. Кстати, Моргеншай, по-моему, там тоже. Не знаю. Вот. Собственно, я всё сказал. Альбом вот прям вот хип-хоп. Прям рэп. Прям очень круто. Мне больше, наверное, нечего добавить. Больше, конечно, я наслажусь, когда включу это в наушниках. И уже там кайфану. Вот. Собственно, вы мне всё писали уже по поводу этого альбома. То, что... А, кстати, у меня там какое-то описание было. А, кстати, я вот тут читаю сейчас описание. Меня особо что-то не вкатил альбом. Но только при прослушив... Ну, то есть при монтаже я уже был с собой не согласен в каких-то местах. Интересно, о чём это я. Ладно, я сейчас посмотрю эту прослушку. Если хотите, можете тоже посмотреть. Семьдесят на тысяча просмотров. Всё. На этом всё. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out! Субтитры сделал DimaTorzok